В прошлом видео я не очень лестно отозвался о комиксе I'm Not Okay With This. Это крайне рваное, сомнительное произведение без какой-то чёткой идеи наполнения. Но там же я выразил надежду на то, что сериал будет лучше. Приветствую, на канале это Тим, и эта надежда оправдалась. Всё без сюрпризов. Жду второй сезон, если будет. Создатель сериала неплохо продолжил завершённую в комиксе историю конца грёбаного мира, надеюсь продолжит и здесь. Главную героиню сделали на два года старше, ей тут 17, а не 15, и наконец-то. Наконец-то, чёрт возьми, 17-летнего подростка играет 17-летний подросток. Ну не то, чтобы там 2-3 года были так уж важны, но когда ты видишь школьника, в котором подтридцатник, это выглядит чертовски неестественно и убого. София Лиллис очаровательна, и её партнёр Панно тоже очень хорош. Хотя тот фильм я не видел, ибо на дух не переношу Кинга, и актрису заприметил в острых предметах. И это несколько иронично, потому что сериал имеет с Кэрри куда больше общего, чем комикс. Ибо место действия финального эпизода – школьные танцы. В любой подростковой истории должны быть школьные танцы, где происходит нечто важное. Как и Кэрри, на танцах главная героиня взрывается, и можно даже сказать, что её заливает свиной кровью. Потому что тот парень был самой настоящей свиньёй. Здесь Сидни личность поприятнее, а её мать чуть больше сволочь, чем в комиксе. Главной героине сопереживать стало гораздо легче, тем более она не убивала своего отца. Тот выпилился сам, потому что обладал схожими способностями, и не имея возможности с ними совладать, свёл счёты с жизнью. Героиня не знает о своём даре и открывает его, пытаясь понять, что к чему, и едва контролируя. Занятно, что в один момент помогающий и безответно влюблённый в девушку друг говорит, что если способности появляются не из какой-то случайной встречи, то передаются по наследству. И, как правило, в комиксах появляется некий наставник, который учит героя способностями овладеть. И именно это происходит в финале. Некий мужчина появляется и активно намекает на лорд, завершая первый сезон неплохим клиффхенгером. Парень из магазина, с которым Сид пыталась переспать в комиксе, тут отсутствует. И героиня по-настоящему влюблена в свою подругу. У брата появился хоть какой-то характер и личность, что тоже неплохо. Над Сидни тут карикатурно не издеваются, и по сути все те претензии, которые я предъявлял к комиксу, не применимы к сериалу. Но он не какой-то там потрясающий, удивительный, и всё слишком типично, простенько и ожидаемо. Есть милые моменты, моменты напряжения и печали, под каждый подобрана соответствующая лайтовая, попсовая, приятненькая музыка. То есть всё то, что в типично подростковых современных произведениях встречается. Ещё подружка Сидни стала расово правильной, но от мелочи. Главный комикс не сумел меня заинтересовать, он никакой. А вот у сериала это вышло. Мне хочется узнать больше о том, откуда эти способности появились, а о других людях с этим даром. Как они взаимодействуют, живут, чему стремятся, кому противостоят, есть ли там фракции, умеренные, радикальные. Быть может, я немного преувеличиваю, но вот правда интересно. И да, София Лилис хороша. Правда, тот факт, что она всё ещё выглядит на 12 лет, несколько смущает, ну да ладно. Сериал небольшой, смотрится на одном дыхании. На этом, пожалуй, у меня всё. Подписывайтесь на канал и патреон. Спасибо за внимание и пока.